Свой день рождения Зинаида Ивановна Краськов проводит в кругу близких. Вспоминает родителей свадьбу листа и альбом. Эта прекрасная женщина, 26 лет, добросовестно трудилась в Брестском котельном хозяйстве. Достойно воспитала двоих детей, троих внуков. А осенью отметит 52-летний юбилей свадьбы с супругом. Мы с ней, ей было 14, а мне 17 познакомились. А предложение сделала в автобусе. Она добрая, доброжелательная всегда, подскажет, поможет всегда. Что вы можете пожелать своей супруге в этот день? Да, 100 лет, чтобы прожила. Прекрасное пожелание и не последнее в этот день. Зинаида Ивановна встречает гостей на пороге и радушно приглашает в квартиру. Дело в том, что она родилась 28 июля в день освобождения Бреста. Этот важный факт не остался незамеченным в Ленинской администрации города. У вас интересная такая, ну, скажем, судьба и день рождения. Вы не знали и не ведали, а по велению матери и отца родились в день рождения города Бреста. Брестчанка. Да, в день освобождения города Бреста. Поэтому мы искренне поздравляем вас с этим праздником. Сегодня день освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. День города, праздник нашего города. И администрация Ленинского района совместно с депутатским корпусом объявила такую акцию. Мы родились в один день. В один день с города. И проанализировал своих избирателей на своем избирательном участке. В список именно попала эта женщина. И когда мы посмотрели ее жизнь, ее историю, и просто захотелось поздравить именно эту женщину, потому что она не понаслышке знает о войне. Мама ее была малолетней буйсницей. Папа – ветеран Великой Отечественной войны. И понятно, что такая женщина, такая мама, такая бабушка, может быть, именно она достойна такого, ну, скажем так, хорошего праздника, двойного праздника. Так случилось, что день освобождения Бреста – один из главных в жизни Зинаиды Ивановны. Ведь ее родители на себе испытали лихолетие войны. Мама – малолетняя узница, папа – инвалид войны. Женщина бережная и по крупицам собирала историю семьи и передала эту память и любовь к родине своим детям и внукам. Я вспоминаю слова моих родителей, как им было тяжело, когда они защищали эту родину, сколько они отдали сил и здоровья. Это очень больно было слушать, когда они это все рассказывали. Поэтому детям, своим внукам я все время говорю, что любите и защищайте свое родное гнездо. И действительно, этой женщине не случайно выпало родиться в такой день. Ведь именинница очень гордится своим городом и вспоминает, как отмечали когда-то его день освобождения. Там всегда гармошка, танцевали все, были эти такие вот лотки, продавали сладости. Людей очень много, весело танцуют, песни поют, военные песни очень много. Вот это я, ну было мне сколько, ну 7-8 лет. Вы видели, каким был Брест, да, и какой он сейчас. Вот что вы можете сказать, изменять ли он к лучшему? Конечно, город стал красавец. Просто, ну я не знаю, вот друзья приезжают, я всегда показываю. Сейчас вот были с Мурманской у нас друзья. Мы ходили тоже вот на Советскую, показывала эти все памятники, это все рассказывала, читали. И они были давно и сейчас. Тут, говорит, конечно, город меняется тоже. Красавец. Просто, говорит, сказка, а не город. С этим высказыванием согласится каждый брещанин. Но акция «Мы родились в один день» на этом не заканчивается. Людмила Лагудич, Андрей Щерба, Юрий Льмонтович, телекомпания «Буктовая».